И словом, и делом. Личным примером Александр Лукашенко даёт старт республиканской акции по восстановлению лесов после летнего удара природной стихии. В графике президента забота об окружающей среде кочует из года в год. Во время визита на дожинке в Воложин обращение белорусского лидера доносится до сердца каждого. Мы все должны пойти в лес и высадить те площади, которые подверглись этому урагану. Лес – это наша жизнь. Это наш кислород. Давайте проведём акцию и высадим новые деревья на этих повреждённых участках. Сделаем это вместе, толокой, как всегда это было в Беларуси. Зелёный цвет объединяет ранним утром субботы к экологической акции большой дружной компании «Присоединяются в Обручане». Локация – Приберезинское лесничество. Фронт работы – 14 гектаров. И новички и профи уход держат востро на детальном инструктаже. Стать частью зелёной акции проще простого. Достаточно в готовую лунку опустить саженец, притоптать землю. Теперь у телеканала «Бобруйск-360» есть своё дерево в Приберезинском лесничестве Бобруйского лесхоза. Бок о бок трудятся депутаты Палаты представителей Национального собрания, главы райсовета и горсовета депутатов, молодёжные парламенты города и района, представители общественных организаций, молодые специалисты и учащаяся молодёжь Бобруйска. «Нам очень повезло с погодой. Это добавляет такой хорошей дружеской нотки в нашу работу, какого-то здорового азарта, веселья с таким чувством, что мы сегодня делаем очень полезное, нужное дело. Потому что через несколько лет вот эта замечательная делянка пополнится крепкими, здоровыми деревьями. А мы знаем, что лес – это, конечно, безусловное богатство нашей страны. Поэтому работаем с удовольствием». «Мы всегда, Беларусь, славились своей красотой, красотой лесов, дубров, рощ. И поэтому сегодня эта акция направлена на то, чтобы наша земля с вами становилась всё более краше, привлекательнее». «Территория Бобруйского района – это уже традиция. Мы обновляем массивы весной. Мы участвовали в акции. Все предприятия, организации Бобруйского района «Одновим лес и разом». И сегодня мы начинаем первое в Бобруйском районе. Наши предприятия и организации к нам ещё присоединятся». Новое место жительства получают свыше 7 тысяч саженцев – сосны и берёзы. Для многих эти деревца становятся первыми, но точно не последними в жизни. Молодёжь с энтузиазмом делает любимую страну зеленее. «Прекрасные люди, которые нас окружают. Все очень стараются. Конечно, приятно, особенно, когда будешь проезжать эти места и будешь знать, что ты принёс этот вклад сюда. Это очень многого стоит». «Очень здорово присоединиться к этой акции. В дальнейшем буду принимать ещё участие. Заниматься этим оборудованием, мечом никогда до этого я даже не брал в руки». «Я обучаюсь на специальности лесного хозяйства, поэтому возобновлять леса для меня – это всегда очень увлекательное занятие и полезное мероприятие». «Сегодня проснулась в 8 часов утра для того, чтобы пойти в этот замечательный лес, подышать свежим воздухом и посадить эти замечательные деревья. Я до этого в таких акциях участия не принимала. Это для меня первый мой опыт. Теперь я с уверенностью могу сказать, что это станет моей традицией. Я буду постоянно выезжать и создать деревья». Оставить свой эко-след может каждый по 12 ноября в рамках республиканской добровольной акции «Дай лесу новое житё» всех желающих с радушием встретят в лесхозах, обозначат участок, обеспечат саженцами и необходимым инвентарём. Дело останется за малым – найти немного времени для большого движения. Елизавета Лепеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.